всем привет сегодня у нас очередное творение компании сиоми здесь у нас приставочка у меня уже была на дворе приставка mi band mi mi tv box 2 или просто нет его бокс я уже не помню вот очередная твоя приставка от компании сиоми видать это третье мид тв бокс 3 вот значит смотрите по характеристикам 2 гигабайта оперативной памяти 8 встроенной поддерживает 4k вайфай работает на отце диапазонах 5 герц поддерживает bluetooth 4.1 ну в общем прям супер-пупер не только тв приставка но и игровая приставка так скрываем кстати коробочка опять такая как старые сиомиевские коробочки для такая картона простого как бы сделано вот они уже давно перешли все на белые так вот такая беленькая приставочка здесь у нас заклеена логотипчик mi такая полосочку и здесь у нас активное охлаждение стоит снизу серийный номер значок mi сзади у нас гнездо для питания hdmi и 2 usb входа и с правой стороны у нас тоже охлаждение идет то есть с одной стороны засасывает другой выталкивает воздух прорезиненные ножки в общем такая маленькая приставочка прикольная так блок питания такой же как в таком же стиле с полосочками ну правда под европейскую розетку но думаю это не проблема сейчас как бы чтобы видно было характеристики блока питания 12 вольт 1 2 ампера и здесь он вот такой вот в комплект идут две батарейки кстати сиоми вски не знал что они выпускают батарейки формата 2 3 а 2 а я уже покупал комплект себе от 3 а еще не видел называется zi 7 так инструкция ну как всегда полностью на китайском потому что это для на китайский рынок сделано все так описание комплекта где какой разъемчик как что подключается как выглядеть должно все и подключаться так комплект идет hdmi кабель с этими кабель от всем мне очень нравится они такие беленькие мягенькие петелька на пульт ну так как это не только тв приставка и игровая еще приставка можно сказать пульт можно и можно будет махать чтобы он не улетел в телевизор и не разбил его вешается петелька петелька вешается вот здесь вот вот здесь цепляется если вам будет видно вот и вы при махании пультом не разобьете ничего так уже работает кстати пульт от двух батареек предыдущих а мне было мини тв бокс там была кругленькая батареечка насколько помню 3032 или 2032 вот пульт у нас с гироскопом так что можно будет махать 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 так давайте уже перейдем к подключению к телевизору и посмотрим что там внутри насколько реально можно будет играть и вообще что еще может данная приставка итак подключив приставку я понял что здесь все на китайском языке и поменять этот язык никак не получается есть настройки но в настройках нет этого смены языка все на китайском написал в магазин магазин ответил да xiaomi производят только на китайский рынок только на китайском языке и на английском языке прошивки не предвидится но это не проблема сейчас я покажу вам как поменять язык на английский хотя бы значит заходим на сайт fopda скачиваем старт сейтинг программку вставляем юсб благо у нас в нашем тв боксе есть два юсб разъема здесь он определяется как флешечка запускается при этом медиа проигрыватель вот здесь у нас вот он определяется опять же как флешка и здесь я уже сразу закачал несколько программ и таких как видно онлайн тв всякие в общем и медиа плеер кстати тоже сразу закачал но нам нужна вот эта программа называется она старт сейтингс и нажимаем ее установить нажимаем да не туда нажал ну что такое давай да да открыть так открывается открывается настройки старые как мы привыкли видеть и здесь где-то должен быть язык вот сейчас немножко камеру поверну так вот у нас планетка нарисована нажимаем ее нажимаем первую и здесь как мы видим уже есть английский язык выбираем английский и вуаля у нас здесь уже все на английском здесь сейчас назад выйдем и здесь как мы видим смотрите movie ntv здесь правда на китайском у нас и должны быть все эти видите сейтинг с радио в общем все что можно было оно перевелось на английский язык это уже хорошо так же продолжаем установку дальше программ заходим сюда опять запускается наш медиа плеер заходим нашу папочку и давайте ставить все подряд здесь у нас уже все по английскому будет более удобно нажимаем install мы устанавливаем все программы их можно найти на фо пда в общем никаких проблем думаю у вас не возникнет если возникнет пишите под видео так кажется я ставил больше программ как-то как-то что-то не установилась что файл тв а это клавиатура все русскую клавиатуру я понял так ну и давайте смотреть первая программа fs видео тогда да и давайте вот этот фильм я не смотрел мне кажется еще первый мститель так смотреть трейлер и как мы видим все работает все хорошо громкость 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 работает в общем все отлично ну-ка если сам фильм как его посмотреть а все понял здесь видео поиск видео искать да да искать конечно же так ну давайте правда в плохом качестве какой-то я нашел видео нет знаете в хорошем качестве а здесь все по 360p давайте тогда найдем другое видео которое в хорошем качестве так 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 ну так вниз просто промотаем окей ну вот 720 и думаю неплохо должно работать и судя по всему мой провайдер порезал это все дело следующее тоже ну в общем с провайдером бороться надо надо ставить vpn и тогда будет работать но как мы видим уже все работает в общем то никаких проблем не возникает наши сервисы работают сейчас попробуем мультик качество какой-нибудь нет это промотка понятно субтитры настройки в общем тут ничего интересного ладно давайте продолжим смотреть наш следующий сервис значит давайте посмотрим теперь программку вторую hd сериал здесь у нас также есть и фильмы мультфильмы аниме телешоу мультсериалы и сериал ну давайте раз это программка для сериалов зайдем в сериалы и здесь давайте full out камера опять не видно немножко сейчас я поверну вот так у нас сериал выглядит здесь у нас снизу сезон и три сезона или два сезона много еще раз что-то не понял три сезона вроде ну давайте со второй серии начнем смотреть можно выбрать качество выбираем полное максимальное и посмотрим как она выглядит вылет вроде все неплохо не тормозит все работает и билет сезон выходим и теперь установлю парочку игр специально для с нашего пульта и посмотрим как он работает и так установилась игра не давайте посмотрим как управляется наш пультом данная игра пишет волком мой профиль и вот она наша игра так нажимаем да нажимаем да нажимаем да быстро регистрация и установилась еще одна игра так погнали загружается быстро так пульт управляется при этом стрелочками я думал что он будет управляться по-другому похоже на серфис на раннер короче простой в общем ничего интересного так давайте другую игру стану это мне не нравится я думал будет такой активный но это следующий группа смотрим который установилась тоже было написано что для пульта да игра для пульта но 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 немножко не то опять надо тыкать просто влево вправо будут сейчас искать другую игру какую-нибудь и продолжим установилась еще одна игра давайте ее посмотрим что ты сюда качивается будем ждать третий раз уже пытаюсь установить эту игру и все время вылетает ошибка не хватает скорости или еще что то не могу понять сейчас еще раз попробуем или провайдер может быть что-то режет либо сервера в китае ослабели так окей начинается вроде довольно таки быстро о нет сейчас вот медленно ладно давайте не будем мучиться с этой игрой сейчас я вставлю флешечку простая флешка форматирована насколько помню под FAT32 или XFAT вставляем ее сзади есть сейчас она определиться у нас на нее я загрузил есть определилась на нее я загрузил видео и давайте посмотрим как она будет работать кстати сетевые папочки тоже определяются нужен только пароль то есть можно спокойно расширить папочку на компьютере и подключаться удаленно если вы находитесь в одной сети то есть тоже удобно и сейчас вы увидите ролик он в full hd качестве промотаю его вперед это видео вы еще не видели наверное так что скоро выйдет новый видосик про квадрокоптер большой вот смотрите картинка хорошая все видно никаких проблем не вызывает так давайте назад промотаем попробуем то есть спокойно можно скачать фильм закинуть его на флешку либо удаленно с компьютера запустить его и смотреть пока приставка меня радует китайщина конечно немножко сбивает с толку но думаю это все поправимо привыкну и может быть установлю еще какие-то онлайн сервисы которые мне понадобятся пока а кстати чтобы удалить какое-то приложение зажимаем вот эту кнопочку пока все не станет вот так вот туда-сюда прыгать и нажимаем дел дел и все программка удалена также перемещаются кстати ярлычки тоже по рабочему столу на данный момент мне приставочка нравится она чем-то похожа на ту которая у меня была xiaomi tv box mini но это помощнее интерфейс уже более допиленный более такой приятный в общем ссылочка на данную приставку будет под видео все же ставим лайки подписываем наш канал вступаем в нашу группу и до скорых встреч